Архивы известны многим народам, достигавшим развития цивилизации. Древние ассирийцы, египтяне, греки и римляне все вели учет своим документам. В России архивное дело учредил Пётр I. И велено было государям письма прилежно собирать, реестры чинить и листы перемечивать. Давайте посмотрим, а как обстоит дело теперь с современным архивом. Всего в архиве Ленинского района 45 тысяч единиц хранения. Самыми первыми историческими документами являются церковные и метрические книги. Они датированы 1855 годом. Взяв этот раритет в руки, мы увидим имена новорожденных и сочетавшихся браком в том далеком XIX веке. Также есть документы, которые смогут рассказать нам даже больше, чем целый параграф учебники истории. К примеру, переписка Володарского сельского совета о том, какое количество детей не посещало школу в послевоенном 48-м году. Причины того, что дети не ходят в школу, у большинства написано «нет одежды и обуви». У остальных детей возраст тоже где-то 12-13-14 лет. У кого-то написано «не ходят в школу, потому что работают в колхозе». И иногда полезно накладывать какие-то такие ситуации на нашу современную жизнь. Потому что, когда мы начинаем дружно плакать, как на плохо живется, иногда надо оглянуться и посмотреть, что не так все плохо. Архив Ленинского района начал свое формирование в 1935 году, когда он располагался в хлебном корпусе Екатерининского дворца в поселке Ленино, ныне в современной Царицыно. Архив несколько раз менял помещение, но по превратностям судьбы сегодня он снова базируется в хлебном доме, но уже в знаменитой булочной на улице Гаевского. Просторные помещения позволяют достойно сохранять фонд и принимать посетителей в комфортных условиях. «Народ всегда приходит доброжелательный, скандалов у нас не бывает с посетителями, поэтому работает хорошо. Я не могу сказать, что очень легко, но все равно легко». И если раньше выдавалось всего лишь 120-150 справок в год, то новые времена привели к таким всплескам, когда работникам приходится обрабатывать до 14 тысяч ежегодных запросов. Работа, как говорится, спорится только благодаря филигранному механизму под названием «Коллектив». «Здесь мне коллектив очень нравится, и как-то люди подобрались так, я не знаю, чья это заслуга, что каждый занимается своим делом, ну, по способностям. Поэтому как-то тут все удачно складывается, и коллектив хороший, и все работают дружно». В штате архива трудится 7 человек. У всех из них в прошлом разные специальности. Но на сегодняшний день они архивисты, хранители истории. «Профессия либо приняла человека, либо нет. У нас люди совершенно разного образования здесь работают. То есть, начиная с архивного, да, есть с геологическим образованием, есть с образованием балмонским. Это все-таки структура мозга, это желание работать». Архив обеспечивает нас не только информационными и правовыми документами. К его фондам обращаются и историки-краеведы. «Книга «Видновский край» с древнейших времен и до наших дней подготовлена и благодаря использованию материалов районного архива. «На самом деле и в наших документах можно найти какие-то вещи, которые ценны именно для конкретного, не очень большого подмосковного города, для нашей родной и нашей, своей местной истории». Углубившись в изучение архивных документов, мы можем найти такие интересные факты, как нахождение двух кладов на территории района. В 1969 году ученик Коля нашел чугунок с серебряными монетами. А в 1971 году рабочие откопали семь золотых слитков весом под 4 килограмма. Им выплатили 25% причитающегося вознаграждения, что, судя по документам, составило 76 рублей 48 копеек на каждого. Меняются времена, меняется и специфика работы архива. Еще не так давно архивисты в своей деятельности использовали только в основном ручку и бумагу. Но сейчас в их распоряжении появились компьютеры, принтеры и сканеры. Планомерно идет оцифровка наиболее важных материалов. Но и бумажные носители смогут сохраниться для будущих поколений. Ведь в нашем архиве, если и есть мыши, то только в качестве сувенирной продукции. Елена Бабина и Адамия Екатерина Чернышева, Видное ТВ.